Это Ток-шоу День за днём. Мы в прямом эфире на Публика ТВ и Публика ФМ. Я Людмила Мунтиан. Добрый вечер. И сегодня мы будем выяснять, что делать с просроченными медикаментами, которые собираются у населения. Итак, проведём эксперимент. Взгляните в свою домашнюю аптечку. Уверена, многие из вас нашли там старые таблетки, капсулы, мази, микстуры и настойки. А теперь сложим всё это в масштабах страны. Получаются килограммы просроченных лекарств, которые выбрасывают в урну с бытовыми отходами, либо сливают в унитаз или умывальник. Такой способ утилизации несёт опасность для окружающей среды. Есть ли более цивилизованная альтернатива? Надеюсь, ответ получим в результате нашей передачи. Итак, что делать с просроченными лекарствами, ртутными термометрами? Будем выяснять вместе с Ильёй Трамбицкий, экологом, доктором биологии, главой неправительственной организации «Экотирос». Господин Трамбицкий, добрый вечер. Добрый вечер. Господин Трамбицкий, что делаете лично вы с просроченными лекарствами? Ох, вы знаете, это проблема. И честно говоря, я не отношусь к тем людям, которые их вовремя проверяют. Я вообще сторонник не применять лекарства. И я не хожу к врачам. Наверное, это плохо, но это факт. И, соответственно, я стремлюсь не принимать лекарства. И если я уж принимаю, то принимаю таким образом, чтобы не осталось. То есть, как сказали, так и делаю. Но, в принципе, проблема существует. И вообще говоря, у меня там, наверное, ещё десятилетней давности есть лекарства, потому что я тоже не знаю, что с ними сегодня делать. Вот. Но, очевидно, эта проблема существует. Ну, я так понимаю, что мой вопрос о том, что делать мне с моими лекарствами, потому что я готовилась к передаче, заодно провела и ревизию своей домашней аптечки. У меня действительно тоже есть и мази, и некоторые настойки, использованные и оставшиеся после использования капсул. Что с ними делать с этим пакетом? Я его приготовила. Я так понимаю, что вопрос не по назначению. Я надеюсь, что господин Пресежнюк, мы сегодня с ним тоже свяжемся, ответит на этот вопрос. Ну вот, смотрите, многие не заморачиваются. И, допустим, те же микстуры, те же настойки выливают в унитаз или в умывальник. Как вы относитесь к такому способу утилизации? Очень отрицательно. Особенно это касается антибиотиков, потому что жизнь их не заканчивается в унитазе. Они попадают в воду, в воду рек, и там они встречаются с микробами. А микробы, в свою очередь, от них умирают. Но умирают не все, а те, которые не имеют устойчивости. И, соответственно, мы помогаем разным видам микробов, бактерий выработать устойчивость. И вот потом мы таким образом добиваемся того, что мы не можем бороться, не можем лечиться от многих болезней, вызываемых этими бактериями, именно потому что мы сами создаем для них условия для отбора. И среди них отбираются клетки, которые не умирают, а являются устойчивыми. У них такой генотип случайно образовался в виде мутаций. А мы помогаем тому, чтобы он сохранился, и они заняли монопольное положение. Соответственно, когда мы в следующий раз, они к нам так или иначе попадают, то ли через грязную воду, то ли через грязные руки, как угодно, мы, естественно, уже применяем традиционные лекарства, которые в свое время выбросили таким образом, и они перестают действовать, лекарства, потому что к ним есть устойчивость. То есть таким образом образовывается резистентность к антибиотикам, которые мы, между прочим, тоже неоднократно обсуждали. Да, и причем, если проанализировать их содержание в том же Днестре, то мы можем там, и не только в Днестре, а в разных реках, то, как правило, мы можем обнаружить и триметоприм, и метронизодол, и цифрофлоксоцин, и другие антибиотики, и особенно их большая концентрация в местах попадения притоков, таких как бычок, например, в местах стока, городских стоков, там, где происходит очистка, но она происходит не полностью, и поэтому там очень высокое содержание особенно антибиотиков. Ну и там, где свалки, то же самое. Да, господин Трамбицкий, скажите, пожалуйста, а бутилированная вода или установка в доме, или где-то в учреждениях много ступенчатых фильтров, она как-то спасает от всей этой дряни в питьевой воде? Скорее всего, нет. Мы ответственны за то, это зависит от того, в какой мере эта вода уже была загрязнена, потому что водоподготовка для таких, как бутилированной воды, она не решает этой проблемой, она решает с количеством бактерий, но если бактерии там в какой-то мере сохранились, то как бы это тоже не спасение. Главное, чтобы эти лекарства, даже будучи старыми, уже не попадали в окружающую среду. И я вижу здесь большую недоработку государства, потому что если бы было четко записано, что каждая аптека должна иметь какую-то урну, в которую эти уже уставевшие лекарства имели бы возможность люди выбрасывать, они бы и выбрасывали. Но эту урну надо сделать таким образом, чтобы там произвольно из нее нельзя было достать. Но это тоже могло бы быть проблемой, потому что кто-то выбрасывает, а кто-то достает. О том, можно ли использовать просроченные лекарства, мы чуть попозже обязательно поговорим, потому что здесь тоже, оказывается, есть разные мнения. Господин Трамбицкий, а таблетки, капсулы, витамины различные просроченные, которые выбрасывают вместе с бытовыми отходами, какие здесь риски могут быть? Нет, здесь ко всем лекарствам, без исключения, должны быть применены одни и те же правила. Естественно, мы сталкиваемся с бесконечным количеством фармацевтических веществ, и у них действие разнообразное, но все они нежелательны в окружающей среде. Если там настойка валерьяны, то, предположим, ничего страшного. Но подавляющее большинство – это продукты химии, которых нет в природе. И в силу этого они опасны для природы по разным показателям, по разным причинам. То есть на самом деле единственную рекомендацию, которую можно сегодня дать населению, пока что собирать дома, у себя, где-то в пакетах, в коробках, держать, пока у нас нет особых каких-то распоряжений правительства или профильных структур. Да, мы надеемся, что такой прессинг со стороны общества, со стороны масс-медиа все-таки заставит принять четкие правила и четкие требования по отношению к аптечной сети. Господин Трамбицкий, я вас благодарю за предоставленную информацию. А наш следующий гость – это Григорий Фриптуляк, доктор медицины, профессор кафедры гигиены Государственного медицинского университета имени Николая Тестемициана. Господин Фриптуляк, добрый вечер. Добрый вечер. Господин Фриптуляк, ну сегодня мы обсуждаем проблему утилизации просроченных медикаментов, которые собираются у населения. Но прежде давайте разберемся, откуда эти стоки появляются у населения. Почему каждый, разбирая свою аптечку, обязательно найдет целый пакет, а то и кулек просроченных лекарств? Это верно. Значит, почти у каждого дома образуется вот этот избыток медикаментов. Почему? Потому что многие, во-первых, лечатся самостоятельно, без обращений, без совета с врачом. Значит, сами где-то слышали, что это такое, можно такое получить и так далее. А потом, даже те, которые прописываются врачом, значит, они, ну на определенный период, скажем, там 10 дней нужно его получать. А получается избыток какой-то остались, или кто-то не долечился, а он использовал 5 дней, остальные у него остались. Он оставляет у себя, потому что он думает, да, вряд ли, вдруг у меня будет какое-то обострение, я еще прилегу к этому лекарству. А время проходит. И поэтому образуется, конечно, у каждого мешочек, мешочек с этими, домашняя аптечка, так называемая. Она, конечно, должна, каким-то образом, значит, необходимо, во-первых, население должна знать, ее надо, значит, ставить в известность, что надо делать с этими медикаментами. К великому сожалению, у нас имеется положение сегодня регламент в отношении лечебных медицинских отходов, потому что это тоже медицинский отход. В ряду даже с шприцом, потому что шприц в домашних условиях тоже это отход медицинский. Вот. Значит, должна быть какая-то мера в этом плане. Каким образом? Если в лечебных учреждениях это все-таки собирается, централизованно, где-то, значит, что-то идет на утиль, что-то идет на детоксикацию, то здесь, конечно, проблема большая. Как ее надо видеть? Нужно видеть, конечно, я так, значит, соображаю, только ставить в ответственность тех же самых медицинских учреждений. Имеется в виду, значит, семейные врачи, имеется в виду поликлиники, которые должны где-то там у себя в учреждении иметь место для сбора, значит, ненужных или просроченных лекарств. И ставить известность населения, что если у вас избыток имеется, значит, или просроченные, пожалуйста, вот, собирать сюда. Как же, как мы собираем пластик, как мы собираем там стекло, как мы собираем другое, так и здесь. Потому что здесь уже это медицинское учреждение, уже регламент в этом плане имеется, и методы детоксикации или каким-то образом обезвреживания уже, так сказать, могут быть использованы. Господин Фрептуляк, а насколько эффективны просроченные медикаменты и можно ли их принимать? В принципе, вы понимаете, не зря написано у всех медикаментов. Конечно, здесь просроченные нельзя использовать. Почему? Потому что они с течением времени подвергаются трансформации. Они переходят в какие-то другие химические вещества, которые мы даже сами не знаем, более вредные могут быть в ряде случаев. И использовать их, конечно, не рекомендуется. Поэтому, значит, население нужно ставить известность в этом плане, потому что использовать старые эти вот значит, медикаменты. А у людей бывают медикаменты, значит, и пятилетней давности, и четырехлетней давности, которые, естественно, уже нужно давно выбрасывать. Но выбрасывать просто так в мусор, в это самое мусорное, тоже нельзя. Господин Фромбинский правильно говорит, идет загрязнение окружающей среды, изменяется вся флора, фауна и так далее, потому что это токсическое вещество попадает в окружающие среды, либо вода, либо почва и так далее. Поэтому здесь должно быть какие-то правительства в самом деле принимать какое-то решение в том плане, чтобы не разрешать выбрасывать вот эти медикаменты. Вот в отношении, вот я, мне известно, сериалетики, типа что-то такое в Румынии, которые давно уже, лет, наверное, 15, я их знаю, они занимаются этой проблемой, они выявляют те учреждения или люди, которые выбрасывают вот эти вот медицинские отходы и поднимают проблему перед государством каким-то образом, чтобы было запрещено. Господин Фредпатуляк, ну вот смотрите. Я не знаю, какой эффект, потому что эффект, естественно, он в стопроцентном ряде будет у нас. Но определенный эффект, потому что есть у нас люди, которые мыслят неплохо и которые интеллигентно относятся ко всему и которые будут соблюдать. Господин Фредпатуляк, я опять же возвращаюсь к эффективности просроченных лекарств. Ну почему возвращаюсь? Потому что нашла множество рекомендаций в интернете. Я хочу, чтобы вы послушали сейчас и прокомментировали. Ну вот смотрите. Все зависит, что это за препарат. Например, просроченное лекарство от аллергии можно использовать. Просроченный инсулин нет. Или, опять же, из интернета. Если срок действия завершился месяц назад, лекарство годно. Если год назад, пить его не стоит. Прокомментируйте, пожалуйста, вот такие вот рекомендации анонимных врачей из интернета. Вы знаете, что я могу сказать в отношении интернета? Я тоже читаю интернет, ежедневно читаю. И тоже хочу что-то узнать новое и так далее. Но и, к великому сожалению, я выявляю очень много шарлатанцев. Даже те, которые себя представляют, типа профессором, типа не знаю, что такое, знатки. И я чувствую. И это я на своей коже так почувствовал. Потому что препарат. Какой-то вдруг я звоню, вот мне отвечают. И тут же цена уже не та, что в интернете. И уже какой-то метод изменяется, что-то такое сразу. И давай. Значит, уже не дает покоя. Постоянно звонит. Вот, давайте, вот так, 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 так. Пока я уже не отключил в черный список. Потому что... Вот. Это многое. Поэтому ориентироваться по интернету, я вам скажу, не советую никому. Нельзя. То, что написано, значит, на инструкции препарата вот то нужно и соблюдать. То, что написано на инструкции. Инструкция написана. Он годен. Столько-то метод, значит, хранения. Потому что есть те, которые нужно держать в холодильнике. Некоторые нужно, значит, при комнатной температуре можно. Но нужно руководствовать вот этой инструкцией. Интернет это нам не дает никакой... Я уже не знаю, сколько раз я использовал возможности посмотреть по интернету и так далее. Только в интернете имеются инструкции, которые, значит, утверждены Минздравом и так далее. Инструкция, это другой вопрос. Потому что бывает такое, что нужно прибегать к инструкции. Ее нету дома, надо посмотреть там. И все равно, вы знаете, это я медицинский работник, я могу себе позволить. А человек, который не имеет медицинского образования, он не должен даже эту инструкцию читать по интернету. Он должен советоваться с врачом. Только врач. Господин Фрептуляк, я вас благодарю за эти разъяснения. Что происходит с медицинскими отходами в больницах, расскажет Сергей Ротарь, глава Бельской клинической больницы. Господин Ротарь, добрый вечер. Вы нас слышите? Да, я вас слушаю. Господин Ротарь, в вашем медицинском учреждении какой ежегодный объем медицинских отходов? Я работаю в Бельской клинической больнице в течение трех лет. Мы имеем контракт с Кишиневской фирмой, которая занимается медицинскими отходами. Значит, мы в год, в год, вот сейчас, когда, не могу сказать все вместе, но сейчас за эти четыре месяца, если сказать про экипоменты медикалы, медицинская... Экипировка, да. Экипировка. Значит, мы в день собираем по 150-170 килограмм. То есть, по 4 или около 4 тонн в месяц. Это все собирается согласно инструкции, согласно графика. Ежедневно ввозится в Кишинев на уничтожение. Там перерабатывают и получаются уже отходы, которые могут их уничтожить. Если посмотреть на этот метод, который сейчас, и эта фирма, с кем мы работаем, она нас устраивает, потому что они дают и баки для отходов, и мешки для собирания отходов. И они сами приносят стерильные баки нам в больнице. То есть, практически с медицинскими отходами и экипомент медикал у нас сейчас состояние нормальное. Господин Ротарь, а случается ли так, что в больнице могут остаться какие-то стоки просроченных лекарств? Ну, учитывая, что у вас очень большой объем пациентов, такое может произойти? Я бы, если честно вам сказать, значит, у нас в больнице отношение к просроченному что-то на таком уровне, как и приобретение медикаментов и остальное. Значит, есть специальная комиссия. За эти три года у нас не было просроченных медикаментов, но как-то я спрашивал, были раньше уже термины, то есть время приходило, и эти медикаменты были отправлены в институт в физиатрию, но за последние два-три года, которые есть, у нас не было такое. Но есть регламент, если бы были, они складируются и отправляются в агентство в Кишиневе, и они уничтожаются. Конечно, за какую-то плату. Господин Ротарь, существуют ли отдельные протоколы по сбору и утилизации медицинских отходов, связанных с новой коронавирусной инфекцией? Значит, с этой инфекцией существуют отдельные журналы, отдельные сделаны и где все дается и берется под контролем. Имеются специальные баки во всех отделениях, где больные, где врачи одеваются и раздеваются. Есть специальные места, отведенные для этого. У нас в восьми местах, где имеется по восемь, десять дополнительных баков, и в конце рабочего дня это все собирается, свечивается и передается по отдельному журналу из рук в руки. Это везут в Кишиневе и обратно привозят чистые другие баки для отходов. Над этим ведется очень строгий контроль, потому что это являются отходы, биологические отходы с большим риском. Опасные отходы, они так и называются. Да? Так и называются, в законе об отходах так и называются. Медикаменты и все прочее просроченное это опасные отходы. А чем чревато неверное хранение вот этих опасных отходов? Несоблюдение правил хранения? Несоблюдение правил. Это же химические препараты, которые могут быть после прохода срока годности. Если даже они хранятся в отведенные места, в нормальных условиях, и тоже нужно бояться этого. А если у физических лиц или людей, больные люди, которые не могут их, могут быть разные химические реакции, могут быть вместо того, чтобы помогали больному с гастритом или заболеванием легких, они сделают наоборот аллергическую реакцию, что будет тяжело их вытащить этого. Просто мы врачи должны очень хорошо работать с больными, чтобы они поняли, что то, что написано в инструкции, то, что есть, даже если мы замечаем, что мы не держали эти препараты в нормальных условиях, то есть даже и раньше месяца нужно отдавать на переработку. А они еще с прошедшим сроком, чтобы мы работали с ними. Господин Ротарь, я благодарю вас за эту информацию, за то, что вы нашли время и приняли участие в нашей передаче. Итак, как утилизируют в нашей стране медицинские отходы больниц и поликлиник, а также просроченные лекарства от физических лиц, обсуждаем с Еремием Пресежняком, главой агентства по лекарствам и медицинским изделиям. Господин Пресежнюк, добрый вечер. Добрый вечер, я дам. Господин Пресежнюк, давайте спрямо поговорим о том, что входит в категорию медицинских отходов, что понимали наши телезрители, что это такое? С точки зрения медицинских, то, что имеется в виду лекарственных препаратов, с точки зрения уничтожения, существуют определенные процедуры, которые, опять же, предусмотрены в законодательстве Республики Молдова, тем самым любые лекарственные препараты, которые с истекшим сроком, которые предоставляют со стороны экономических агентов, то есть производителей информатических продуктов, либо со стороны импортеров, дистрибьюторов, либо медицинских учреждений осуществляется уничтожение в основании процедуры, предусмотренной приказом Министерства здравоохранения в 2006 году. Соответственно, то, что касается лекарственных средств, есть определенные процедуры, которые мы соблюдаем и стараемся предпринимать все эти усилия, которые предусмотрены в правом соответствии Республики Молдова. А агентство, которое возглавляете вы, чьи медицинские отходы собирают и утилизируют? Потому что только что нам представитель Бельской больницы говорил о том, что у них есть прямой контракт с частной фирмой, которая этим занимается. Я предполагаю, что господин директор Ротари имеет в виду те медицинские отходы, каких-то бинтов используемых и шприцов либо каких-то других медицинских изделий. То, что касается агентства медикаментов, речь идет сугубо о уничтожении лекарственных средств. Лекарственных средств с истекшим сроком либо те, которые фальсифицированы со стороны правоохранительных органов, которые обращаются в адрес агентства лекарства. У агентства существуют какие-то свои лаборатории или тоже, в свою очередь, существует контракт с частной фирмой, которая занимается грамотной утилизацией? Нет, в рамках агентства медикаментов существует определенная структура, это управление, которое занимается уничтожением лекарственных средств с истекшим сроком. Каким образом происходит утилизация? Есть определенная процедура, которая идет на технологические процессы, оправдированы определенные стандарты с точки зрения закапсулированности, тех препаратов капсулированности, капсулируют после того, как идет определенная обработка техническая, растворная. Есть определенный процесс, который соблюдается на основе тех рекомендаций и стандартов, которые существуют и оправдированы в стране. То есть он абсолютно безопасный для окружающей среды? Сугубо полностью подчиняется под те требования, которые существуют на данном этапе. А что делать населению? Потому что мы сегодня в передаче выяснили, что действительно у каждого дома маленький мешочек до просроченных лекарств соберется. Что с ними делать? Это очень хороший субъект, который мы сегодня подняли. И данная инициатива исходит с 2019 года. В конце 2019 года был предоставлен коллегой, предыдущим директором агентства медикаментов пилотированный проект по сбору медицинских препаратов с истекшим сроком от населения. Тогда в конце 2019 года была фактически начата процедура собирания данных препаратов для того, чтобы понять примерный объем данных лекарств. Исходя из тех выводов, которые были сделаны на том этапе, было предпринято то решение для того, чтобы начать имплементирование данного проекта, которому достаточно важен в том числе для, как сказал эксперт в области окружающей среды господин Тромбинский. Это очень важно для, помимо того, что это окружающая среда, это важно и для граждан Республики Молдовы, для их безопасности. поэтому в момент становления в должности в агентстве медикаментов основной из приоритетов был продолжить те хорошие инициативы, которые были начаты и ввести их в определенное законное пространство для того, чтобы их имплементировать. О чем мы это говорим? Что буквально месяц назад мы создали рабочую группу, которая разрабатывает уже те ряды законодательских предпринимают определенные изменения, которые будут предоставлены на платформе через правительство Республики Молдова, через государственную канцелярию Республики Молдова, в подчинении которой находится агентство лекарств. И будет предоставлен проект нашим коллегам из парламента Республики Молдова о внедрении национальной программы по мониторингу и уничтожению лекарств с текшим сроком от граждан Республики Молдовы. Это достаточно интересный будет проект, который будет обозначен фактически этот сегмент, то, что касается предоставления со стороны граждан данных препаратов. Механизм, опять же, есть определенный механизм, как сказал господин профессор Фрик Туляк, существуют те аптеки, через которые были определенные попытки, не попытки, а смотреть определенный проект через те аптеки. Но в тот же момент очень хорошая идея была для того, чтобы собирали данные препараты, которые с истекшим сроком от населения, через поликлиники. Потому что вы знаете прекрасно, что существуют определенные населенные пункты, в которых не существует тех аптек. Поэтому правительство и структуры в подчинении, которые находятся, разрабатывают сейчас механизм для того, чтобы идентифицировать достаточно оптимальную для удобства граждан процедуру по приемке данных препаратов. Поэтому для нас, как агентство медикаментов, будет зачесть для того, чтобы осуществлять этот проект и приментировать дальше, после того, как будут предприняты и введены те законодательные изменения, которые я надеюсь, что в кратчайшие сроки будут уже примиты. Но это перспектива этого года или необходимо больше времени для того, чтобы разработать или имплементировать? Нет, я не думаю. Я думаю, что это перспектива кратчайшая и на данном этапе предполагаю, что уже на осенней сессии парламента Республики Молдовы уже будет предоставлен данный проект со стороны правительства Республики Молдовы. Потому что этот сегмент очень важный, потому что, опять же, повторюсь, это касается безопасности населения нашей страны. И более того, я хотел бы сказать, что в контексте ковида вы прекрасно знаете, что множество из граждан в определенный момент вы прекрасно знаете, закупали достаточно большое количество лекарств. И мы, опять же, сейчас анализируем риски совместно с Министерством здравоохранения, с коллегами из других структур, такие как агентства по национальной агентства по санитаре публики. Общественного здоровья. Общественного здоровья. Мы рассматриваем, опять же, определенные риски формирования определенных каких-то, знаете, лекарственных средств, которые закупили люди исходя из какого-то ажиотажа, который был сформирован в контексте ковида. Поэтому, опять же, мы придем к определенному моменту, когда граждане должны иметь те конкретные возможности для того, чтобы предоставить данные лекарства. Не знаю, будет через аптеки, может быть, через аптеки, а может быть, еще и через поликлиники. Поэтому мы стараемся до такой степени, чтобы было намного проще для граждан принести данные препараты и осуществить эту коллектировку или собираем сборку. Поэтому, со стороны Всемирной Организации Здравоохранения, Молдавская региональная офис, которая у нас в Республике Молдова есть полная поддержка со стороны наших международных партнеров. Поэтому я не думаю, что кто-то будет против для того, чтобы мы это все увидели в кратчайшие сроки. Тем более, это очень интересный проект. Для нас это достаточно интересный и это хороший опыт других стран. Говорили господин профессор Средиеля о опыте Румынии. Конечно, это очень хороший опыт, который мы тоже будем принимать. Также есть хороший опыт и Российской Федерации, и других стран, которые из Европейского Союза, которые очень интересны для нас как регулятора данной опыте. Господин профессор Нилк, я вам очень благодарна за то, что вы нашли время и дали нам эти разъяснения. А наши 30 минут подошли к концу. Я с вами прощаюсь, но прямой эфир продолжается и на Публика ТВ, и на Публика ФМ. Так что оставайтесь с нами, а мы увидимся завтра в 18.20. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова